Снимаются запреты на плановую госпитализацию в стационары, посещение амбулатории и поликлиник. Возобновляются тренировки областных сборных команд и профессиональных спортивных клубов, исключая детско-юношеские команды и клубы. Более того, на открытых стадионах и спортплощадках теперь можно проводить спортивные соревнования, но пока без зрителей. Также в региональные нормативные акты внесены изменения, позволяющие провести в образовательных учреждениях итоговые сочинения и изложения. Что же касается возобновления работы предприятий бытового обслуживания, в том числе парикмахерских и салонов красоты, открытия организаций непродовольственной торговли, включая автосалоны, разрешений на занятия физкультурой на открытом воздухе, прогулки в парках и скверах – эти меры реализовать нельзя до достижения более устойчивых показателей эпидемиологического благополучия. Ежедневный темп прироста заболеваемости в регионе должен быть приведен к общероссийскому уровню. Кроме этого, необходимо добиться стабилизации коэффициента распространения инфекции на уровне ниже единицы. В этих вопросах все зависит от ответственной позиции жителей Ростовской области. Татьяна Ивашенко, Азов.Инфо.